Здравствуйте, дорогие друзья! Рада приветствовать вас на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана. Сегодня мы с вами поговорим немножко о болезнях вина. Точнее, я расскажу свой опыт и уверена, что кому-то он может быть полезен. Итак, что же у меня приключилось? Когда я сливала вино с бочки, понятно, что первые партии шли хорошие, прозрачные. Я разлила их в бутылки, укупырила. А уже последние, которые такие мутные, я всегда всю эту муть сливаю отдельно в отдельной емкости, отстаиваю. Но это уже такие мои, скажем так, вины текущего потребления. То есть то, что получше, я все-таки хочу посмотреть динамику, я хочу посмотреть, как мои вина хранятся, как они себя ведут. Поэтому то, что получше, значит, я откладываю. А то, что вот такое мутненькое, уже оставляю себе на сейчас. И что получилось? Буквально неделю постояли эти вина в бутылках. В бутылке было 2 или 3. И я заметила, я сейчас на другой бутылке показываю, что сверху появилась такая небольшая пленочка. При том, что ни во вкусе, ни в запахе абсолютно ничего как бы не изменилось. Никаких таких, мы знаем, что при уксусном скисании часто образуется пленка сверху, но здесь ничего не было. А появилась вот все равно такая пленочка. Она может быть разной, но этого я еще коснусь. У меня она была такая беленькая хлопейка. Потом я заметила, что если чуть поболтать, это хлопья. Хлопья, ну такое, оно было, наверное, размером сантиметра, упало на низ. Что я решила? При этом вино, понятно, оно модное, то есть за неделю оно не отстоялось. Я решила его осветлить. Ну, что вполне понятно и разумно. И вдруг после осветления я обнаруживаю, что цвет моего вина изменился кардинально. То есть изначально вино было приблизительно вот таким, темным. И вдруг после осветления я обнаруживаю, я пока в банке показываю. Смотрите. То есть оно стало розовым. Причем таким, ну, не сказать, чтобы слишком светлым, но тем не менее часть своего цвета потеряла. И мало того, то есть осветлялось оно вот это вот последние уже осадочные штуки. Все до сих пор вон там на стеночках все висит. Хотя мы помним, что красное вино, оно вообще осветляется очень быстро. А тут как бы осветлялось не очень. И до сих пор вот на стеночках там все такое висит. Конечно, это меня очень сильно расстроило. Но более светлое тоже я отлила в отдельные бутылки. И все равно там немножко такие вот еще какая-то муть сплавала. То есть осветлилось, но не совсем. Что я решила сделать? Значит, я решила это пастеризовать. И смотрите, после пастеризации, конечно, да, кстати, цвет стал темнее. Наверное, будет плоховато видно. И вам даже кажется, что это может быть светлее. Но на самом деле чуть-чуть цвет стал темнее. Видно стало кристально прозрачным. Даже на дне особо не видно вот этой вот осадка, либо чего-то такого. То есть все красиво осветлилось. Привелось в божеский вид. Ну, как бы на этом моя эпопея не закончилась. Я решила посмотреть то вино, которое меня ждет. Бочки. Оно стояло в 10-литровой бутыле. Я его открываю. И у меня как бы выстрел. То есть понятно, что там скопился углекислый газ. Что я думаю и что думает большинство? Что? Ну, какое-то повторное ображение. Либо так дрожжи не добродили. Хотя по идее, ну, у меня не должны были там уже чуть-чуть остаточных сахара. Либо это может быть яблочно-молочное ображение. Ну, так думает большинство. Потому что вкус, запах, все нормально. Ну, опять же, я замечаю на поверхности. Как я говорила, то есть в случае вот этого мутного вина пленочка была такая явно заметная. А в этой бутыле я заметила, что она совсем тоненькая. И она того же цвета, как и само вино. То есть заметить ее сложно. Она еще не по всей поверхности. Она такими небольшими кусочками в районе сантиметра. То есть какие-то пленчатые дрожжи. Я даже знаю, что это пленчатые дрожжи. Потому что имею в своей собственности микроскопы. То есть я смогла посмотреть, что это именно дрожжи. Но когда вот я рассказывала о пастеризации. Говорила, что если у вас какие-то пленки, пастеризуйте вино. Это будет защитой. Кто-то из вас мне писал, но может это хересные дрожжи. Дело в том, что в домашних условиях мы с вами не определим. Либо это плохие пленчатые дрожжи. Либо это, например, хересные дрожжи. Да, можно там равняться на то, какое у нас содержание спирта. Еще что-то, еще что-то. Но это не совсем корректно. Даже, ну, более-менее у меня нормальный микроскоп такой. Если студенты с такими микроскопами учатся, так вот, на нем я могу увидеть только то, что это дрожжи. Определить, какие это именно дрожжи. Либо это хересные дрожжи, либо патогенные пленчатые дрожжи не предоставляется возможно. Но, вот эта вот вторая партия, она была абсолютно прозрачной. Сейчас просто телефон стоит на зарядке, потом не покажу. То есть, ну, поверите на слово. То есть, она была абсолютно прозрачной. Поэтому, что я сделала? Я уже слила с осадка, потому что осадочек был небольшой на дне. Значит, аккуратненько через шланг слила и тоже пастеризовала. Часто вы можете встретить информацию, что при определенных заболеваниях вина можно добавить серу и будет вам счастье. Почему я не стала этого делать? И, в принципе, вам не рекомендую, но вы взрослые люди, каждый сам для себя принимает это решение. Дело в том, что некоторые пленчатые дрожжи и, в принципе, некоторые микроорганизмы, они достаточно устойчивые к серии. И поэтому, для того, чтобы их убить, надо так нормально-нормально добавить. Ну, надо ли это? То есть, пастеризация, по моему мнению, в этом случае самый простой, самый эффективный и безболезненный вариант. Ну, а, собственно, сейчас покажу, что же было во второй емкости. Потому что, ну, первую, да, все осветлило. Я не думала это снимать, но потом решила, что почему бы и нет, почему бы не поделиться своим опытом. Значит, вот это то, что я со второй партии уже слила как бы с дна. Смотрите, оно вот такое вот мутное. Ну, понятно, это были осадки, но осадки не осели. И посмотрите на поверхность. Конечно, больших пленок здесь не будет. Но, видите, маленькие такие есть. И что еще характерно для этих дрожжей? Когда вы двигаете посуду, то они на стеночках. Ну, немножко видно. То есть, пока что это очень, и здесь очень-очень мало. Когда они развиваются больше, то пленочки эти становятся больше. И могут быть вот как такими белесыми, так и цвета вина. Поэтому их заметить может быть сложновато. Ну, и, собственно, как я все это делала. То есть, я разлила по бутылкам. Желательно, чтобы бутылки были низкие и тонкие. Ну, так просто проще, скажем так, надежнее. Ну, вы смотрите, что у вас есть. Значит, поставила в кастрюльку. Включила водичка. Понятно, бутылок было больше. То есть, водичка доходила почти до верха. Я воду довела до 70 градусов. И оставила на 10 минут. То есть, я сделала так. Ну, это самый оптимальный способ пастеризации. При этом, смотрите, винтовые пробки просто в процессе чуть-чуть откручивала. Ну, а потом закручивала. Ну, буквально капельку. То есть, открытым делать не надо. Ну, конечно, моя рекомендация в связи с этим всем. Регулярно проверяйте, что происходит с вашим вином. Потому что, если мы что-то вот такое словили на ранней стадии, то у нас еще фактически ничего не произошло. То есть, вот смотрите, разница. Когда вот здесь у меня получилось, потеряла вино цвет. И вторая партия, с которой, собственно, ничего и не произошло. Потому что я увидела это вовремя. Напомню, что здесь просто все было не просто мутно, а очень-очень мутно. В литературе встречается другой порядок действий. То есть, сначала пастеризация, потом осветление. Ну, можно и так, и так. Может быть, тогда мою вину не так бы потеряла цвет, а просто все бы осадки осели. Не знаю. То есть, в принципе, попробуйте сначала пастеризовать, а потом уже будете видеть, надо ли что-то дальше делать. Но, смотрите, когда мы видим, что с нашим вином происходит что-то не то, вообще на что обратить внимание? Первое, оно стало, было прозрачным и помутнело. Соответственно, что-то не то. Первое, пробуем вкус-запах. Поменялось что-то, не поменялось. Если ничего не поменялось, то можно просто осветить. Раз. Если что-то во вкусе-запахе поменялось, тоже наливаем в бокал, ставим на некоторое время, смотрим, выветривается, не выветривается запах, что происходит. Даже легкий запах уксуса, если он вдруг появился, налейте в бокал 15-20 минут, подождите, будет ли этот запах трансформироваться дальше. Если запах, наоборот, усиливается, можете оставить еще в бокале, либо в любой другой открытой емкости ваше вино. И посмотрите. То есть за 2-3 дня, если там идет уксусный процесс, он идет. Но в это время большая емкость где-то в прохладном месте, там процесс будет развиваться не так сильно. Ну и, конечно, если оно уже пошло в уксус, какие варианты, если совсем чуть-чуть, понятно, что уксус на это мы не уберем, но мы можем пастеризовать и приостановить процесс. Либо вариант 2, все открыть и пусть будет уксус. Уксус тоже хороший продукт, который мы можем употреблять при приготовлении пищи. То есть никогда не стремитесь тут же все вылить. Подождите. Еще как-то писали вы мне, что вино превратилось в желе, в кисель. Такое тоже может быть. Ответственно за это определенная бактерия. Поэтому такое вино, особенно на ранних стадиях, тоже можно спасти. Вот. Возвращаясь к вопросу, что регулярно проверяем, что у нас вообще с вином происходит. То есть если вы видите, что что-то не так, оно стало более густо, то же наливаем в бокал, разбалтываем, смотрим, что там есть, насколько оно прозрачное, либо мутное, там нити могут бегать и так далее. Вот когда вино начинает так загустевать, как бы, чего рекомендуют вообще через сито какое-то пролить. Вот эти нити разбиваются, проветрить. Ну, в общем-то, пастеризация в таких случаях никогда не помешает, и лучше ее сделать. Повторюсь, касательно серы. Да, серу можно добавлять во многих случаях, но не всегда она может сработать, либо нужны слишком большие дозы. А мы в домашних условиях не всегда можем понять, какой именно возбудитель привел вот к этой погрешности в вине. Поэтому я считаю, я считаю, что это нецелесообразно, гораздо проще и действительно действенно это провести пастеризацию. Ну, если в этом есть необходимость. Надо ли это делать изначально, например, когда вино отбродило, чтобы предостеречься? Ну, тоже я сторонник того, что не надо, если к этому нет оснований, то зачем создавать себе лишний труд? Еще чуть-чуть коснусь вот этих пленок. То есть, неважно, если она даже сильно пошла, понятно, что тогда и это не уксус, то есть не идет уксусных запахов. Мы ее просто тоже аккуратненько удаляем и проводим все те же операции, про которые я рассказала. Вот так мы коснулись некоторых болезней вина, скажем так, о которых я читала, с которыми лично сталкивалась сама. Конечно, желаю, чтобы ваше вино не болело. Пусть оно будет здоровым, вкусным, развивает свой букет аромата. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, в комментариях пишите свои мнения, задавайте вопросы, а под видео, нажав кнопку еще, будет ссылка на полный каталог наших сортов винограда и мои контакты. До новых встреч. Пока!